Завтра начинаются выборы. Мы уже видим заявление пропагандистов. Вот, например, я вам процитирую Владимира Соловьева. Он сказал, что произойдет три дня голосования, это референдум, присяга верховному главнокомандующему. Цитата по Соловьеву. Народовластия нужна, а не демократия. То, что называется демократией, де-факто является легализацией власти. Олигарх, в конец цитаты по Соловьеву. Вот так вот мы подходим к выборам. Ну, давайте с вас, Сергеевич, как можно, возможно. Прямо скажем, ожидаемая оценка этой ситуации. И да, господин Соловьев, видимо, тщательно изучал опыт и формулировки многих предшественников Владимира Путина. Именно референдумом назывались выборы, например, в Чили во времена Пиночета. То есть ряд референдумов, которые формулировались, по сути, так, доверяете ли вы любимому лидеру или все еще нет. То есть, естественно, результат был умопомрачительный. И 98%, и 97% в 70-е, в начале 80-х у Пиночета были. Так что с Владимиром Соловьевым, в принципе, я согласен. Потому что это действительно нельзя назвать выборами. Это однозначно референдум. Но те условия, в которых он проходит, назвать там свободными или, скажем так, прозрачными, точно нельзя. Олег Викторович, а вы лично пойдете голосовать? Да, скорее всего, нет. И тут даже более неполитические какие-то моменты. У меня просто не для этого нет времени. А вот я бы, если бы понимал, что я могу выбрать время, могу найти время, если я буду понимать, что это время я потрачу не зря, вполне возможно, я бы его нашел. Но я, честно говоря, не вижу большого смысла идти голосовать. Поэтому, нет, не буду выбирать время в своем графике. Буду бегать, продолжать так же, заниматься своими делами. Так все-таки референдум или выбор? Ты знаешь, здесь вопрос в чем? Как бы, как ни назови вопрос результата. Я вообще всегда сторонник был. То есть, понимаешь, я не то, что говорю, что я за сохранение там Путина на месте или еще что-то. Я всегда сторонник был немножко другого подхода. Пока мы не научимся контролировать власть снизу, требовать ее исполнения каких-то определенных ее обязанностей и всего остального, мы можем менять сверху бесконечно. С одной стороны. С другой стороны. Замена почему необходима? Потому что любая власть, она складывает вокруг себя определенную олигархическую такую структуру. И когда эта структура держится на определенной вертикали, она, естественно, может позволить себе многое, чуть ли не все. Вот когда выборы реальные существуют и все остальное, то вертикаль периодически перетряхивается. Если ее не перетряхивать, то будут продолжаться все вот эти контракты, единые лица, значит, деньги в единым лицам с единым результатом, часто грустным. Такой же нам господин Соловьев только что сказал, что наоборот, что демократия – это де-факто легализация власти олигархов. Наоборот, мы боремся с олигархами. Ну, мне чуть сложнее, наверное, в жизни, я Соловьева не слушаю вообще, как бы неинтересен от слова совсем. Говорить он… Понимаешь, дело в том, что где-то я помню еще, я настолько старый, что я помню «Серебряный дождь», когда Соловьев выступал с Гордоном, и тогда я даже с интересом его слушал. Ну, потому что он говорил довольно-таки дельные вещи, он не был политизирован, и как-то так чувствовалось. А потом у меня такое ощущение, что его либо заставили, либо заставили деньги, либо заставил тот и другой говорить то, что он сам не верит, и от этого из него придет какая-то агрессия вот такая определенная. И я не смогу, не могу смотреть просто его передачи, даже не потому, что он говорит, а не могу смотреть просто том, как он говорит. То есть это постоянные какие-то крики, постоянный, значит, какой-то ор, попытка, значит, унизить его. Он считает, что можно доказать свою точку зрения не аргументами, а криком. То есть, кричать если на абонента, то оппонент, значит, с ним должен сразу соглашаться, как бы теряться, потому что давление определённое, и договорить, да-да-да, Владимир Больфович или как он. Вот точку даже не знаю, настолько мне неинтересно стало в последнее время. А вот на ваш взгляд, вот эта акция «Подень против Путина», она даст какой-то эффект? Вы наверняка слышали, что якобы 17-го в 12, мы ничего не призываем, сразу говорим, нужно прийти, чтобы показать, что мы вот антирежимные, такие вот, нас много. Да дело в том, что, понимаешь, не то, что вы покажете, или там кто-то покажет, а вопрос, как это будет преподно, ведь могут сообщить по телевизору, сказать, что смотрите, сколько пришло поддержать Путина, а не против Путина. Да вообще на масляницу пришли. Да. То есть, понимаешь, здесь вопрос не в том, что вы покажете, а вопрос, или там кто-то покажет, кто это инициирует, а вопрос в том, что как это будет потом рассказано, преподано, перевёрнутое или ещё что-то. Поэтому не вижу большого смысла, может быть... Ну, я даю оценку однозначно подобную, в том смысле, что объединение людей по интересам – это прекрасно и замечательно, выражение своего мнения организованным способом – это тоже чудесно и прекрасно, но тут я соглашусь с Олегом в том смысле, что как это будет показано вовне? Вот я стою на позиции того, что единственная сейчас уязвимость избирательной системы – это её непосещение гражданами. Потому что уже теперь нет проблем в этой системе, в этой вертикали избирательных комиссий с тем, чтобы дать на выходе любой результат. То есть здесь уже сейчас решена у них проблема с тем, чтобы не на уровне низовых участков что-то дорисовывалось, а потом. Соответственно, их не очень интересует, кто как проголосует. Но, как известно, Владимир Путин – он такой очень уверенный, упоротый легалист. Ему нравится, чтобы всё было сделано по закону, каким бы он ни был. Чтобы была бумажка. Да. Соответственно, явка и единодушие, которое теперь у нас повсюду декларируется, вот эта явка для них очень-очень важна. То есть если будет картинка пустых избирательных участков, а она неизбежно появится, потому что, по моим подсчётам, примерно 3 миллиона человек в стране участвуют непосредственно в технологии выборов. То есть это начиная с участковых избирательных комиссий и заканчивая всеми остальными. То есть эти 3 миллиона человек, конечно, это большая масса людей, где больше трёх уже что-то утекло. То есть мы рискуем увидеть вот эти пустые участки. Мы можем узнать много мнений тех, кто участвовал о том, что, например, незаполненные альбомы, вот эти все пустые строки и так далее. Вот этого они очень боятся. А то, что люди придут в какое-то время, 17-го в 12 или 16-го в 13, и одновременно выстроятся в очереди, и это будет означать протест, вот в этом я сильно сомневаюсь. Потому что в публичном пространстве это будет означать единогласную, единодушную массовую поддержку Владимира Путина. Вот так будет сформулировано в том числе и господином Соловьевым.